В Москве открылась выставка «Дом для машин», «Бахметьевский» и другие гаражи. Она, как следует из названия, главным образом посвящена столичным гаражам 20-х и 30-х годов. Однако в фокусе выставки не только архитектура и инженерные новшества того периода. Экспозиция рассказывает про эпоху в целом, про автомобили и людей, которые строили гаражи, проектировали транспорт и восхищались всем происходящим. Вся выставка поделена на несколько зон, и, мне кажется, любой посетитель, самая широкая аудитория найдет здесь, что им будет интересно, потому что на выставке представлены реальные автомобили 20-х-30-х годов, включая автобусы, грузовики, уникальная вообще пожарная машина и потрясающие заграничные автомобили Рено 27-го года. Выставка раскинулась на территории Бахметьевского гаража. Этот комплекс считается теперь памятником русского авангарда. А построили его в 27-м году по проекту Константина Мельникова и Владимира Шухова, чтобы обслуживать работавшие в Москве автобусы марки «Лейланд». Среди 400 экспонатов выставки, конечно же, автомобили, а также уникальные, ранее неопубликованные чертежи – проекты гаражей из московских и федеральных архивов. Предусмотрена и отдельная зона, посвященная деятелям культуры – Виктору Шкловскому, Владимиру Маяковскому, Осипу и Лиле Брик. Ведь автомобиль занимал особое место в их творчестве. У нас целый огромный раздел про гаражестроение и про инженерную мысль этого времени, как деревянные каретные ряды были заменены сначала кирпичной архитектурой, потом железобетоном, потому что в какой-то момент советская власть запретила использовать кирпич для общественного строительства. Любопытно, что выставка отчасти вдохнулена пандемией коронавируса. Нужно было разработать проект, который собирался бы по Москве. Кроме того, организаторы хотели сделать акцент на здании – на Бахметьевском гараже. Но так, чтобы он органично вписался в более широкий контекст целой эпохи. Мы воспользовались моментом, когда у нас есть эти 2000 квадратных метров, потому что в скором времени в музее состоится реконструкция, и такого пространства у нас больше не будет. И мы воспользовались, что сюда можно загнать настоящие машины, для них есть место. Пока предполагается, что выставка продлится до 10 января будущего года. Велика вероятность, что ее продлят. Все зависит от эпидемиологической обстановки в городе. Продолжение следует...